Несогласованный вопрос Вот сейчас уже давно не был Возникло много интересной информации И вообще я считаю, что сейчас Самый подходящий момент для вот такого передачи Что за разговор будет у нас сегодня? Как всегда обсуждаем переделы рекламного рынка Читы, рекламных конструкций Что нового появилось в этой запутанной истории? Ну, стало больше информации известно И она становится более распутанной Кто сколько получил лотов и так далее По сносу конструкций очень много Так скажем, правонарушений Или нарушения даже уголовного кодекса Самоуправства и так далее Вот это все хотелось бы осветить Именно депутат Викулов предложил Поменять форму аукциона на конкурс Объясняя всевозможными доводами Что это будет выгодно для города Здесь выставили 30 лотов 26 апреля это произошло прошлого года И уже 27 поступили оплаты синхронно От 4 фирм на 30 лотов Только 2 пересечения там было И на 27 числом уже на следующий день Был подготовлен и заверен Огромный пакет документов По этим конструкциям Я хотел бы показать Вот это вот является пакетом документов Он достаточно сложный и большой Это на один лот Который нужно было предоставить А там было гораздо больше нужно, да? 30 лотов 30 таких пачек было подготовлено Причем публикация была сделана В 4 часа в пятом часу вечера Соответственно это вызвало не просто вопрос Это однозначно понятно Что здесь был сговор С участием каких-то сотрудников Комитета градостроительной политики Без этого не может быть Дальше анализ показал Что центральные основные улицы Они между двумя крупными игроками Поделены поровну Если вот так взять схему Вот такую схему размещения рекламных конструкций Ее можно условно разделить на 3 части Одна группа, вторая и третья И первая группа это Компьютер Плюс и Престиж Конопосевичу официально его брату Принадлежит 10 лотов 10 лотов это современные рекламные системы Они принадлежат неизвестно кому Там какое-то непонятно что За несколько месяцев до этого было зарегистрировано Но сейчас во всяком случае Эту фирму обслуживает ИП Викулова Мама депутата Викулова Сама она живет в Сочи Но все вот так вот у нее получается Успевает и третья группа это Сфера такая тоже 10 лотов Вот эта фирма она вообще Должна была разделиться на Самуилова, Васильев и Комиссаренко На трех вот этих участников Но каким-то таинственным образом Организовалась вот эта сфера Так же как вот за несколько месяцев И она так же неожиданно подала Мы будем называть некоторые вещи своими именами Просто этой фирмы теперь управляет 50 на 50 50 Викулов 50 процентов Конопосеич А эти товарищи До свидания Когда эта история стала Достоянием общественности Очень много говорили об этом Большая шумиха Различные публичные слушания Почему по вашему мнению Никакого результата не было достигнуто? Две причины Первая причина Тогда у Ждановой Ну он как бы заместитель работал Я не могу называть фамилии Потому что очень многие вещи мы знаем Но как говорится Свечку не держали Доказательств нет И сейчас он там не работает То есть было Можно сказать так Крышевание этого бизнеса То есть конкретно этот человек занимался Вопросами И Вплоть до того что он звонил в городскую администрацию И просил сносить конкретно Вот эти конструкции Вот эти не трогать И так далее Это был заместитель Ждановой Вы назвали первую причину А вторая причина какая? Вторая причина Это просто пассивность Наплевательское отношение Правоохранительных органов У МВД и прокуратуры У меня Четыре папки короны Полностью заявления Жалобы на отписки И так далее И так далее Скажите После того как Все таки Эта ситуация Разрешилась Пусть не в вашу пользу Как это Пострадал от этого Ваш бизнес реклама? Ну конечно у меня Конструкции Она вообще получилась Я буду называть Как есть Все сейчас Мои конструкции Они вне закона Оставшиеся Их было порядка Двухсот Сейчас Ну может пятьдесят Осталось Остальные просто украдены Они украдены Они не испилены Они украдены Порядка сто тридцати Точно конструкции Прямые убытки Это спиленные Украдены Конструкции Это пять миллионов А вы можете Называть открыто Эти фамилии? Вы можете Кого-то открыто Открыто двигать? Это он официально Выступил Все такое А вот Депутат Викулов Он непонятная ситуация То есть Официально он везде Говорит Что он не имеет Никакого к этому отношения Но мы видим Его заинтересованность Она везде проявляется В фейсбуке Ура Там победили Против Значит Вот этого иска Он собирает Собрания И так далее Он везде Проявляет Эту заинтересованность Бизнесом сейчас занимается Его мама И.П. Викулова Она живет в Сочи Ну вот у нее так получается И все конструкции Современные рекламные системы Они обслуживаются Именно через И.П. Викулову Ну выводы Я думаю Тут очевидно же Все понятно и так То есть налоги Тоже уходят в другой регион? В налоги Да Она зарегистрирована в Крыму Раньше это 3% своловухи Чтобы платить Сейчас стало 4 Но это все равно Не 6% Налоги уходят туда В Крым То есть наш город Совсем ничего Да Половина Я повторяю Из 30 лотов Половина Ну 14 лотов Принадлежит Значит Вот Обслуживается Вот этой вот фирмой И половина Значит Конструкции В городе Чите Они уходят Налоги Не здесь Не в Чите остаются Сейчас будет Набираться новый состав Городской думы Вы об этом знаете Вы связываете с этим Тоже какие-нибудь надежды Если вдруг Старый состав Почти полностью уйдет Придут новые люди Может быть что-то сдвинется Ну во-первых Депутат Викулов Я уверен Пойдет повторно Во-вторых Есть информация Что жена Конопасевича Яна туда пойдет Я связываю Большие надежды Это сарказм Да? Конечно А здесь именно Кто ближе К Тельцу Кто ближе Так как говорится У того и Получается Поэтому у них И получилось Они под себя Делали конкурс Вот у вас Сейчас есть уникальная Возможность Обратиться Через телеканал Может быть К своим Друзьям Или к своим Оппонентам Может быть Кому-то вы хотите Что-то сказать Мы Последний раз Когда все это Выявилось Хорошо со Степаном Викулом Поговорили по телефону Но нецензурно И больше с тем Мы не общаемся Он даже на заседании ФАС протянул Руку я не стал Я не хочу С этими людьми общаться Хотелось бы К прокурору Забайкальского края Чтобы он обратил Внимание на эту ситуацию И может быть Даже к Александру Михайловичу Осипову Тоже Потому что Ситуация вопиющая И хотелось бы Чтобы взяли На контроль Эту ситуацию Потому что Однозначно Прокурорские Так и говорят Если нам указания Команды не поступят Мы работать будем Спустя рукава Ну что ж Андрей Надеемся Что борьба ваша Пронесет результат А я напоминаю Что сегодня В студии программы Несогласованного вопроса Был предприниматель Общественный деятель И путешественник Андрей Дегтярок Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова